Знакомы ли вам ситуации, когда у ребёнка по какой-либо причине падает самооценка, и из-за этого он замыкается в себе? Как можно помочь такому ребёнку? Иногда сделать это очень просто. Джейсон Смит работает директором средней школы Стонибрук в небольшом городке Уоррен, штат Индиана. Однажды к нему в кабинет учитель привёл восьмиклассника Энтони Мура, поскольку тот дерзил и отказывался снимать в классе свою шляпу. Вместо того, чтобы начать озвучивать типичные для такой ситуации нравоучения, Смит отреагировал иначе. Он попросил ученика рассказать о причине происходящего и непредвзято выслушал его объяснение. Позже Джейсон рассказывал, что он сел напротив Энтони Мура и спросил, что случилось, почему ты отказываешься снимать шляпу и дерзишь учителю? Энтони объяснил, что родители отвели его в парикмахерскую подстричься, и ему очень не понравился результат. Джейсону казалось, что новая стрижка Энтони очень ему к лицу. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что для ученика средней школы любая мелочь наподобие непонравившейся стрижки может стать разрушительным ударом для самооценки и негативно сказаться на общественном признании. Энтони не сказал прямо, но я почувствовал. Он не хотел, чтобы над ним смеялись. Естественно, что для такого молодого человека очень важно, как его стрижка и вообще его внешний вид воспринимаются окружающими. Тогда директор школы показал ученику фотографии своего сына, стрижки которому он делал сам, и потом спросил. Послушай, если сейчас я побегу домой, возьму машинку для стрижки и исправлю твою прическу, ты снимешь свой головной убор в классе? Задумавшись на несколько минут, восьмиклассник ответил «да». Что же сделал Джейсон Смит? Он поехал домой и взял свои машинки, а по пути созвонился с родителями Энтони и попросил у них разрешения сделать новую стрижку их сыну. А после этого Джейсон превратил свой директорский кабинет в импровизированную парикмахерскую и взялся за дело. Спустя час времени школьника было не узнать, и самое главное, что парень был очень доволен своей новой стрижкой. С удовольствием посмотрев на свое отражение в зеркале, Энтони без колебаний вернулся в класс, причем без шляпы. Что еще важно в этой ситуации? То, что Джейсон вовсе не ожидал похвалы или благодарности за то, как он справился с возникшей проблемой. Он просто видит в этом часть своей работы. Джейсон нашел время, чтобы выяснить, какова истинная причина возникшей проблемы, и сумел разобраться с этой первопричиной. И в процессе решения Смит сумел заслужить доверие и уважение молодого человека. Джейсон – директор, который в настоящее время работает над получением докторской степени в области образования. Поставил перед собой цель – превратить свою школу в такое учебное заведение, где педагоги фокусируются на решениях проблем, а не просто на поддержании железной дисциплины, часто лишь еще больше усугубляющей проблемы. «Мы не дисциплинируем жесткими мерами и наказаниями», – рассказал Джейсон. «Можно позвонить родителям и попросить их забрать ребенка из-за его неповиновения. Но ведь можно сесть и поговорить с этим ребенком, чтобы разобраться в проблеме. Можно спросить ученика, чем ему помочь, что ему нужно прямо сейчас. Нужно всего лишь немного доброты и сочувствия». Конечно же, такой метод дает прекрасные результаты. Побольше бы таких мудрых преподавателей в наших школах. Вы согласны? На этом у меня все. Поделитесь видео с друзьями и близкими. Поддержите видео лайком и обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Пока!